Или эти маски. Слушайте, ну мы уже тоже перегнулись этими масками. Я вчера проехал по Минщине, по Минской области. Ну, еду сам за рулем, сел, еду по деревне. Люди выходят с деревни на поле. Идет человек один. Ветер такой, погода хорошая сейчас, сухая. И маска на лице. Один идет. Думаю, ну, хоть ты остановись, сними маску. Сними маску, подыши свежим воздухом. Идет в этой маске. Ну, если ты в городе, где огромное количество людей. Ну, есть у тебя какие-то опасения. Ну, одень ты этот на мордники ходи. В городе там час-два, только лишнее. Не надо бродить тоже по городу. Сходи в магазин, что-то купил, в аптеку, еще что-то. Иди домой. Или куда-нибудь там, где ты не трешься друг от друга. Ну, зачем? Между деревнями идет поле в этой маске. Мы уже людей перенапрягли. Ну, отчего защитит маска в поле? Да не отчего. Только хуже. Если ты с города приехал, вышел с автобуса, там много людей. Даже если какой-то вирус надышался этим, и идешь еще по полю, и дышишь то, что у тебя в маске там накопилось. Ну, сними ты ее. Или я уже из своего опыта, Владимир Испанович помоложе, так он этого не знает. А из своего опыта скажу, как было. Мы же маски часто носили. Я помню, даже не детство. В детстве у нас никто не знал, что такое маска. Шарфом голову закрутил и пошел. А когда уже по молодости был, даже уже, по-моему, депутатом, иногда вирусное заболевание, острое и прочее, без этих ковидов. Что маску иногда одевал. Ну, у нас на каждого члена семьи эта маска одна была, каждому одна. Ты ее где-то одел, пришел домой, серьезные маски были в советские времена. Утюгом прогладил, повесил на вешалку. 90 градусов утюг убивает. Это же не я придумал. Это от врачей пошло. И многие и сейчас так пользуются. Утюг убивает 90 градусов любую инфекцию, которая там есть. Но недавно я от врачей услышал, что они маски дезинфицируют, как это называется, вот печь это, в духовку. В духовку врачи. В духовку положили, вот они, кто-то пристернул, кто-то еще что-то, респиратор. В духовку, так же можно, наверное, до 200 градусов температура. В духовку подержал и положили, это врачи, вот я недавно думаю, гениально. Ультрафиолетом можно еще респиратором. Ультрафиолетом. Зачем мы бросились на эти маски и тут же искупаем? Мы что, спекулировать ими собрались?